Анатомия компьютера, Катя, подожди, нет, 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 тебе, у тебя есть чем заняться сегодня, мы будем собирать компьютер, Катя покажет сейчас, что она умеет. У нас в гостях преподаватель курса цифровая экосистема, Андрей Химович. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ребенок приходит к вам на курс. Твори гора, цифровая экосистема. Что происходит на первом занятии у вас? Ну, что такое цифровая экосистема? Это какие-то компьютеры, которые вокруг нас. Они бывают большие, бывают маленькие, бывают наручные часы, бывают какие-то датчики, но внутри все одно и то же. Есть процессор, память и программа, которая там работает. И мы начинаем разбирать вначале большой компьютер, чтобы понять, что такое процессор, память, блок питания. А на втором занятии мы его собираем, и надо, чтобы он заработал после сборки. Вот это самое сложное, да. Мы так в детстве делали, я помню, мы разбирали, собирали, а он не работал почему-то, абсолютно рабочий. Вот давайте сейчас проверим. Кать, Андрей говорит, что дети-пятиклассники это делают. Вот посмотри сейчас. Кто-то подстал. Сейчас тебе нужно что-то с чем-то соединить. Вот видишь, некоторые кабели, некоторые провода отсоединены. Вот сейчас посмотри внутрь и попробуй собрать. Ну, раз мы на уроке, то надо еще рассказывать о показах. Я сделала все. Ух ты, здорово. Да, ты вам не сомневался, я тоже. Щелчка, чуть пониже до щелчка. Все готово. Фиксатор есть. Вот, сработало. И второй кабель в уголочке. Вот этот? Да, да, он. И вправо. Теперь надо найти куда-то. Вот сюда? Нет, в правом дальнем углу. А, вот сюда он стоит. Да, нашла. И вставила до щелчка. Ура. Уровень пятиклассника. Теперь давайте проверять. По 27-ти. Быстрее, кстати, вот загореться. Зелененький идет вот здесь. Давайте включаем. Вот здесь вот. Вот, вот он загорелся. Вот он в уголочке. Так я вообще киборг хотела сказать. Да, да, да. Хакер. А теперь надо знать кнопку включения питания. Будет самотестирование. Да, вот это большое. Запищит. Да. Потому что нам чего-то не хватает здесь. Он жалуется. Ему память не поставили. Слушай, мой хороший, извини, пожалуйста. Память-то поставь на человека. Ну, я могу стукнуть. Я обычно так все чиню. Давайте его просто выключим, а то он страдает. Куда его выключить? А так же. Или там выключить тоже. Так. Да. Сытом сложнее. Замечательно. Кнопки Кати это... Почему он жаловался? Что ему не хватает? Ну, он не полностью собран. Здесь еще много запчастей нужно поставить. Поставить питание, память, плату ввода, вывода. Поставить радиатор на процессор, иначе он перегреется, сгорит. И вот как раз с этих мелочей мы начинаем работать с детьми. Потом мы смотрим, а какие там программы работают, какие операционные системы. Будем и Windows изучать, и Linux смотреть. Будем затем смотреть, как работают маленькие вещи вокруг нас. Например, в каждом доме, ну не в каждом, но во многих домах, есть умные шторы-жалюзи, которые сами закрываются. Есть кофеварка, которая через интернет что-нибудь скачивает или заказывает себе кофе недостающий. А через телефон можно заказать, чтобы к приезду кофе сварили. Правда, вот эти вещи, они обоюдоострые. Потому что можно заставить, вот, а, есть кормушки для хомячков, для домашних. Можно уехать в отпуск, задать, чтобы по расписанию кормили. Но уже были взломы, что можно дать команду прекратить подачу пищи или еще что-то. Это все, может быть, и во вред. И мы будем разбираться с безопасностью, как обеспечить нашу систему безопасной, чтобы не причинила нам вреда вот эта наша экосистема, которая помогает жить. В то же время, надеясь на нее, мы можем пострадать. Чем ваш курс отличается от уроков информатики школьных? У нас мы не... Уроки информатики в школе изучают некоторые вещи детально. Например, как на каком-то языке программирования что-то написать или что-то сделать. А мы рассмотрим, как все в целом взаимодействует. И человек, вначале маленький, потом он продастет, он будет понимать, как эти устройства взаимодействуют друг с другом. А благодаря этому он будет нормально себя чувствовать в мире. Это вторая грамотность. То есть, как раньше, в Древней Греции, например, нельзя было быть грамотным, не умея плавать. Сто лет назад грамота – это умение писать и считать там четыре действия. А сейчас нам надо знать, как работают наши умные вещи вокруг нас. То есть это совсем не про тех людей, тех детей, которые хотят свою жизнь связать с компьютерами. Это для всех вообще? Для всех вообще, да. Это занятие может быть первым шагом в работу с компьютерами, но на самом деле это просто универсальная грамотность, которая нужна всем. Не скучно ли ребятам, которые совсем-совсем маленькие? Со скольки лет, кстати, они к вам приходят? Так. Ну вот пятиклассники к нам приходят. Первая группа у нас была небольшая, но там были и две девочки. Поначалу они не понимали ничего, но на первом занятии для них принес еще и детский конструктор электротехнический с батарейками, с лампочками, с выключателями, с моторчиком, с винтом, который взлетает. Им было очень весело. А потом, когда сам процесс разборки начался, ну всем детям интересно разбирать. На скорость? Нет. И собирать, как автомат? Ну, надо просто разобрать. И не разобрать лишнее, потому что кое-кто разобрал корпус до конца, потом долго собирали. Ну, это все им очень интересно. Там надо, да, глаз да глаз. До скольки лет это все будет продолжаться? Ну, то есть пока им самим интересно, они всегда могут к вам ходить? У нас курс очень широкий, потому что тем, кому интересно, мы можем очень глубоко на персональном уровне уже дальше изучать компьютерные сети. Реально, вплоть до того, что получить сертификаты, ценящиеся в промышленности, и нормально устроиться на работу. Если человек занимается, то несколько лет он, я дам достаточно знаний, чтобы сдать экзамен и получить сертификат. Творигара, она универсальная такая система домообразования. Это и различные прикладные, и лепка, и журналистика. Видеомонтаж, фото, все там есть, в том числе и сейчас есть техника. Спасибо вам огромное. Этот курс называется «Цифровая экосистема». Знайте, что его преподаватель зовут Андрей Химоевич. Он сегодня был у нас в гостях. Ну, и вот Катя уже познала азы. Знает, что включить компьютер, когда ты нажимаешь кнопку, и что там внутри примерно происходит. Нам пора продолжать нашу программу. Спасибо, Андрей, огромное. Мы увидимся с вами через минуту.